Друзья, мы непрестанно благодарим за вас Бога. Я тоже говорю это честно. Мы любим молиться. В нашей церкви есть почти каждый день служения. Общая молитва в понедельник. В субботу утром в 7 часов молодежь молятся. Каждый день утром братья, особенно в центре реабилитации и другие, у которых есть проблемы. Каждый день совершают молитву. Утром тоже в 7 часов. У нас есть во вторник круглосуточная молитва. По несколько человек мы бодрствуем каждый час. И такой цепочкой. Целые сутки. И вот в программу нашу молитвенную включена и ваша церковь. И мы благодарим Бога за вас, за то расположение, за то благое намерение, которое Бог произвел в вас в плане открытия реабилитационного центра. Я обратил внимание, почему-то в Царстве Божьем, в Божьих принципах действует такой принцип. Когда двое или трое имеют общее намерение, тогда идет дело. Скажу откровенно, без инициативы вашего пастыра и вашей церкви открыть в нашей местности, ровно у нас нету в области центра реабилитации, наверное, это дело еще бы не тронулось с места. Вы вышли с инициативы. И на сегодняшний день мы уже построили цокольный этаж и перекрыли его монолитом. Вначале мы начинали с 200 долларов в месяц, потом еще находились средства, добавляли. В этом квартале этого года мы уже получили по 500 долларов в месяц. Ну, мы так скромно подумали, возможно, это немножко наши молитвы посодействовали. Друзья, я знаю, это не предел. Если Бог будет вас благословлять, можно больше будет поднимать планку. Мы можем больше расширить наше служение. Но даже сейчас, пока строится центр реабилитации, мы сняли трехкомнатную квартиру. У нас перед этим четверо братьев тоже пришли оттуда. Бог и Кистор уникальным образом. И они тоже вышли с инициативой. Иногда, знаете, к Богу приходят люди. Иногда к Богу приводят людей. Я бы мог привести некоторые примеры. Но иногда к Богу нужно, к Иисусу нужно что? Принести. А для того, чтобы принести, нужно по меньшей мере двое или хотя бы четверо. И вот эти четверо объединившись, вышли с инициативой. В нашей сегодня церкви, которая четыре года назад, мы начали с нуля абсолютно. Сегодня около 120 членов. И я смотрю, у нас есть такие две категории людей. Два базовых служения, на которых мы начинали нашу церковь. Благотворительная программа «Разделись с голодным хлеб твой». И так справа у нас сидят группа старушек, которых мы шесть лет назад начали обслуживать. Один раз в день горячий обед. Практически все из них, или в основном почти все, сегодня есть членами или посещают нашу церковь. Они так сидят в отдельной категории. И вот справа сидит группа молодых братьев. Человек 15 до 20. Это те, которых мы называем бывшие. В этом году пятеро из них приняли крещение, другие готовятся к этому. Я разговаривал с главным врачом нашей больницы. У нас хорошее отношение с ним. Он говорит, скажи откровенно, каков процент вот этого вашего служения и этого труда? Я говорю, на сегодняшний день процентов 80. Он посмотрел, говорит, я первый раз в жизни, первый раз, насколько мы с тобой знакомы, я первый раз тебе не верю. Если бы ты сказал восемь, это был бы уникальный результат. Я говорю, конечно, если с человеческой точки зрения, и с точки зрения медицины, это так. Но если учитать, что все это делает Бог, это нереально, и так оно и есть. Наше служение, нашей миссии называется «Христос в каждый дом». В начале 90-х годов мы начали это служение. Я буду сегодня говорить о наших целях. Мы ограничены в возможностях, но не ограничены в намерениях. И нам говорили, ну поставьте какую-то более реалистическую, что это? Христос в каждый дом, в каждый дом. Мы говорили, это наш мотив, это наше стремление. Действительно, войти в каждый дом и донести благую весть о спасении, о искупительной жертве, о манифесте прощения через голговский подвиг Иисуса. И мы тогда даже не мечтали, что это действительно есть и может быть реальностью. Спустя, наверное, 8 лет, где-то 6 лет назад, когда действительно нам удалось с Божьей помощью и при поддержке наших братьев и сестер с Америки открыть по первой программе национального радио на всю Украину программу христианскую «Оссана». Это действительно возможность, уникальная возможность войти в каждый дом более 10 миллионов потенциальных слушателей, которые слушают эти программы. Когда я получаю массу писем, благодарностей, поздравлений от разных категорий, из звонки с кабинета министров, и от членов союза писателей, и от простых людей, которые благодарят, просят чаще, имеют вопросы и так далее. И тому подобное. Я тоже дорожу этим служением, но с каждым годом почему-то все труднее, труднее. Не знаю, хотелось бы удержаться в этом служении. И поэтому, братья и сестры, от нашей миссии Христос каждый дом, от нашей церкви, скинье пробуждения, это тоже не констатация факта, но это наша цель, чтобы пришло пробуждение в нашем служении, в нашей местности. Пробуждение, это наша цель. Скинье, вы знаете, скинье, это общение Бога с человеком, и через общение с Богом, подлинное, настоящее общение с Богом, придет пробуждение, мы ждем. Мы его видим, такие уже зародки этого пробуждения, и они нас радуют. И мы знаем, что сотрудничая вместе, молясь вместе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, мы будем участниками, не только свидетелями, участниками великого, прекрасного, благословенного, Божьего пробуждения. Пусть это будет целью нашей жизни, прежде всего. Слава Господу за это, друзья. От нашей церкви, от нашей миссии. Примите сердечный, христианский привет. Мы вас любим, мы за вас молимся, мы желаем вам обильных Божьих благословений, мы желаем, чтобы сотрудничество наше укреплялось. Возможно, просим извинения в плане информации. Мы недорабатываем, мы упускаем, стараемся компенсировать в плане молитв за вас. Пусть вас Бог благословит, братья и сестры. Примите привет. Примите привет. Я бы хотел опять предложить вам или продолжить ту мысль, которая уже сегодня звучала. Видимо, все-таки каждый раз Дух Святый пишет для нас сценарий нашего служения и хочет общими усилиями нам что-то сказать. Возьму чуть-чуть из этой истории, которая сегодня уже звучала. Евангелие от Луки, вторая глава. Написано так о Симеоне. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». И второе место. Книга Второзакония. 34 глава. Сначала. «И взошел Моисей с равнин Моавицких на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Монасийну, и всю землю Иудину даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины и Ерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь, «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку, и Якову, говоря, семени Твоему дам ее, я дал Тебе увидеть ее глазами Твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господин, в земле Моавицкой, по слову Господня. Что-то есть похожее в этих двух историях, но есть что-то геометрально противоположное. Можно увидеть заветную цель своей жизни, увидеть своими глазами, и можно получить ее, взять ее в руки свои. Вот как было Симеону. Муж, чающий утешения Израиля. Увидеть славу народа своего, увидеть спасение, которое придет для народа его, это была заветная цель его жизни. Он ждал этого. И однажды, придя по вдохновению в храм в преклонном возрасте, он нашел это чаяние свое, этого младенца Иисуса, взял его на руки. Знаете, взять на руки это иметь, взять на руки это получить. Взял на руки, благословил Бога и говорит, Господи, а теперь раба Твоего с этой земли отпускаешь с миром. Очи мои увидели Твое спасение, вот этот свет просвещению язычников и славу Твоего народа. Я увидел, вот я держу на руках. Моя заветная цель исполнилась. А теперь я уже готов прощай земля иду домой. Уже здесь на земле меня ничего не держит. Можно увидеть и получить. Но можно увидеть и не получить. От чего это зависит? Друзья мои, какое наше отношение к нашим целям? И вообще какие у нас цели? Я думаю у каждого есть какая-то своя самая возвышенная, самая заветная, самая более всего лелеемая в сердце мечта, цель. скажите пожалуйста, нам все равно исполнится она, не исполнится, даст Бог, не даст Бог, получится, не получится, или у нас есть страстное желание, заветную цель увидеть осуществленного, увидеть и не только увидеть, получить. Вот скажите, я для примера скажу, один пример. у кого-то возможно есть неверующие дети, в мире этом погибают. Скажите пожалуйста, для нас все равно, может быть уже когда-то, как Ионка говорит, с балкона вечности мы увидим и увидим наши дети действительно пришли к Господу, они спаслись, мы облегченно уже оттуда с балкона вечности вздохнем, или нам бы хотелось сейчас своими глазами при жизни нашей увидеть их спасенными. Правда? Да, конечно, безусловно. Но я хочу сказать, иногда мы обременяемся примитивными целями. Ну, если не мы, то кто-то. Большинство людей находят какую-нибудь примитивную цель и страстно желают ее достигнуть. Я помню, читал Александр Македонский, знаменитый. Однажды поднялся, когда он уже завоевал почти известный на то время мир. Большущая империя была положена к ногам его. Однажды, говорят историки, он поднялся на высокую гору и посмотрел, сколько мог, и в присутствии своих полководцев, генералов даже сокрушился, заплакал и потом пояснил причину. Нечего было уже завоевал. А потом я думаю, ну и что? В 33 года, примерно так, смерть настигла его, когда он находился в садовом дворце Новуходоносора в Вавилоне. Но перед этим он сделал завещание. В 33 года покоритель мира он сделал завещание, сказал, погребать меня будет так, чтобы руки мои лежали и было видно, особенно четко и ясно, что они пустые, что я ухожу из этой земли с пустыми руками. Это было его завещание. И мы здесь вспоминаем слова Иисуса, который сказал, что пользы человеку, если он приобретет весь мир. Это редко случается, но иногда случается даже и такое. Весь мир и с пустыми руками в 33 должен уходить и оставлять это все, что было заветной целью его жизни. Я хочу чуть-чуть коснуться вот эту, какую цель мы избирали. Может быть не совсем скромно, но это обогащение моего опыта. Я приведу этот случай не называя имени. Я знал одного очень хорошего проповедника. Когда он приезжал из Москвы, извините, из России к нам, это всегда было на больших праздниках, особенно на Рождество, он настолько пламенно, красноречиво, аргументированно говорил, потом он уехал в Америку. Мне только рассказывали, что когда он вышел из самолета, он встал на колени и усердно целовал американскую землю. И потом я как-то приехал в скором времени. Знаете, иногда днем нечего делать, взял рекламный выпуск, смотрю реклама, как хорошо делаются памятники. Смотрю памятник и его лицо. Знакомое лицо. я понял, что уже он похоронен, уже памятник образцовый существует. Я, знаете, подумал о чем? Патриотизм это хорошо, интернационализм нормально тоже. Нормально любить свою землю, любить чужую землю, но вот в этих приоритетных целях нужно как-то более конкретно определяться. Мне показалось, почему-то есть более благородные цели, которыми должны быть привержены. У меня есть друг в Германии. Неплохо устроился. Вы знаете, в Германии вообще-то очень социальная защита хорошая для многодетных. Мало кто, кто имеет более пяти детей работают и так дальше. Хорошо он устроился, ну захотел Канаду. Хочется еще лучше. Я был, он приехал уже в гости из Канады, в лесу там разрабатывает, работает день и ночь. Ну Гурваня, как? Знаешь, как же? То, что искал, то нашел, но не этого я искал. Я думаю иногда, как? Не совсем хорошо, когда мы ищем, страстно, усердно ищем и даже не знаем, чего мы ищем. Я бы хотел сказать, братья и сестры, низкие цели, не это отдельная тема, я только так попутно скажу двумя словами. Низкие цели в основном всегда приводят к трагедии. Высокие цели, благородные цели приводят к славе и к Божьему благословению. Помните, два человека, они были между собою связаны определенными узами, у них было общее служение, и каждый из них был в том же положении. Один был пророком и слугою, и второй был слугою. Второй. И однажды Елисей, который был слугою у своего господина, пророка Илли, на вопрос Елисей, проси, что ты хочешь? Что бы ты хотел получить, прежде чем я буду взят от тебя? Посмотрел, подумал, я думаю, долго не думал говорить, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Ты просишь трудного, но оно реально, при определенных условиях. И опять Елисей пророк, у него есть слуга Гиези, помните, однажды он говорит так, побегу за Елисеем, потому что мой господин чудаковатый немного, ничего не взял у него, а я побегу за ним и возьму у него, что? что-нибудь, что-нибудь. Вы знаете, как драматически, как трагически закончилось вот это что-нибудь, что он получил и в додачу что получил. Извините, но Задорнов когда-то говорил так, психология русского человека зиждется на двух китах, авось и небось. Авось пронесет, а небось вырулим к светлому будущему. Я бы сказал третий еще кит, как-нибудь проживем и без Бога, как-нибудь и как-нибудь. И вот это небось, авось или как-нибудь всегда приводит к одному, к разбитому кориту. Ну, мы же вами свидетели. Это так, друзья. Но я бы хотел далее сказать и чуть-чуть подчеркнуть, что пред людьми с благородными целями и высокими жизненными стандартами даже отступает смерть. Вы верите в то, что иногда смерть может прийти не в свое время? Вы верите в то, что иногда смерть может преждевременно найти нас? Ну, не нас, а нас, конечно, нет. Я говорю и подтверждаю это тем, что Писание говорит «Не будь безумен, не предавайся греху, зачем тебе умирать не в свое время?» А кто-то скажет, ну, как это, не в свое время? Ведь есть предопределение Божие, еще не было ни одного дня нашего, когда уже все дни были записаны у Бога. Бог предопределил, и мы никуда не денемся. Друзья мои, Бог предопределяет, исходя из предузнания. Кого Он предузнал, тех определил. Бог знал наперед, как мы поступим, и потому у Бога уже был сценарий нашей жизни. Вот предузнание, Божье предопределение. Друзья, я хотел бы сказать, некоторые ставят такую цель, вот дожить до 70, это предел уже, это так написано. Вы знаете, кто написал, что лет жизни нашей 70, и при большей крепости уже 80. Кто автор этих слов? 89-й псалом, кто написал? Моисей. А сколько прожил Моисей вообще-то? 120. Но когда он говорит о 70-летнем потолке, он говорит, дни наши прошли во гневе твое. Мы теряем лета наши как звук. Он снова опять говорит, что во гневе твоем мы в смятении. Вот почему летний наших 70, а кто-то и многие и этой планки не дотягивают. Научи нас так исчислять наши дни, чтобы приобресть нам сердце мудрое. Научи нас так дни наши исчислять, чтобы не было гнева твоего, а было Божье благоволение, Божье расположение. Я думаю, что вы согласны, что Бог праведников желает насытить полнотою дней и благословить. Вы знаете, что те, которые исполняют заповеди, первая заповедь с обетованием, какая? Отца и мать. И что будет? Будешь долголетен. Это одно из условий долголетия. Я говорю, тот, который прожил 120 лет, это тоже не был потолок, если бы не гнев Божий. Я об этом читал, и об этом чуть-чуть поговорим. Вот Симеон, о котором сегодня мы уже дважды слышим, по некоторым преданиям он прожил тоже 120 лет, а по другим преданиям еще больше. Ну, в крайнем случае на 120 я почему-то верил. Анна пророчится там тоже в этой же истории мечтая. Сколько ей было? 84 или 6? 84. И я думаю, и я убежден, она еще не имела намерения умирать. Она днем и ночью, постом и молитвой не отходила от храма. Она славила Бога. У нее была благородная цель. И эта цель держала ее. И перед этой целью даже смерть отступала. Я помню однажды одному праведнику непосредственно уже смерть посмотрела в глаза. Уже столб для того, чтобы дерево повесить его завтра буквально было готово. Кто это? Мордохей. Но вы знаете, чем закончилась эта история? Тот, кто приготовил это дерево, сам был повешен на этом дереве. А вообще-то история заканчивается так. Амордохей был вторым после царя. И великим среди иудеев. И возлюбленным среди множества братьев своих. И причина сказана какая? Ибо искал добра народу своему и говорил на благо всего племени своего. Вот она причина, почему смерть отступила, слава пришла и величие, даже о котором он не мечтал. Но смерть отступила. Я знаю другого праведника, прожившую долгую жизнь, но однажды ему смотрела в лицо смерть непосредственно. Помните, когда тело его от подошвы ноги до темени головы распадалось. И все видели близкую кончину. И жена предлагала ему ускорить эту кончину похуле Бога и раньше умри без страдания. Он говорит, ты говоришь как одна из безумных. Я знаю мой искупитель живой. И я глазами своими узру его. И никто другой, а я. А это тело мое он восстановит. И смерть отступила. И открылась молодость. И дети были возвращены. То есть опять он имел прекрасную семью, которую он дорожил. И которую он ценил. Он был праведем, благочестивый, богобоязненный от зла удаляющийся. Вот это была цель и главная задача жизни его. Друзья мои, те, которые вот такие цели преследуют и так свою планку в жизни поднимают, они увидят и они получат. Павел говорит, даже тогда, когда внешний наш человек клеит, когда мы стареем, внутренний человек из дня на день обновляется. Это правда. Был такой в Америке благочестивый президент Джон Адамс. Он дожил до глубокой старости. Уже очень в глубокой старости был. Он встретил своего земляка. Тот приветствуя его спросил, как же сегодня поживает Джон Адамс. А этот говорит, ну, кижина, в которой пребывает Джон Адамс, очень постарела. Дах протекает. Он так образно нарисовал свою внешнюю кижину. Стены говорит, так тремтять, готовы повалиться от сильного ветра и так далее. Но сам Джон Адамс чувствует себя прекрасно. И так мы всегда благодушествуем. Вы знаете, друзья мои, что благодушие, да врачи об этом говорят, это тот фактор, который может продлить жизнь и дать хорошее нормальное здоровье. Мы благодушествуем, когда приближаемся к Богу, когда исполняем заветы Его, когда у нас благородные цели, которые соответствуют Божьей воле, когда мы следуем по пути исполнения этой Божьей воли. Но иногда в жизни нашей случается такой драматический момент. Когда я говорю драматизм, я имею в виду чрезвычайную напряженность, сложность обстоятельств, которые причиняют моральные страдания, драматизм. И вот я прочитал об этом Божьем герое, почтенном Божьем герое, Моисей. Когда я читаю о том, как он умирал, это трогательный рассказ. Я стараюсь проникнуть, какие же чувства он испытывал в это время. Он поднялся на гору. Бог говорит, посмотри, вот это заветная цель твоей жизни. Вот это та обетованная земля, к которой ты шел. Он увидел и то, и то, и до самого западного моря. И Бог говорит, я дал тебе увидеть, но ты не получишь. Сколько раз он говорил, Господи, ну пожалуйста. И однажды Бог говорит, Моисеевич, чтобы я больше не слышал. Я дал тебе увидеть, но не войдешь. Я опять думаю об этом замечательном, прекрасном Божьем Муже. 80 лет прошло, когда однажды он сделал свой выбор. Ему тогда было сколько? 40 лет. На 7 лет и на 7 дней он был моложе меня. Прошлое воскресенье мне было 47. 40 лет. Он сделал свой выбор. Когда он увидел страдания народа своего. Он египетский принц, сын фараоновой дочки. Он увидел страдания народа своего. И написано пришед возраст отказался называть сыном дочери фараоновой сознательно. Знаете, есть возможно планка наших желаний, наших целей на каждый возраст. То, что позволяется детям, иногда не позволяется взрослым. Тот, что нам было простительно, когда мы были духовные младенцы, непозволительно, когда мы повзрослеем. И вот он пришед в возраст, Моисей, отказался называться сыном фараоновой дочки и захотел страдать с народом божьим. От гнева фараона он убегает. 40 лет в пустыне пасет овец. И вот потом Боге опять призывает на служение стать вождем этого народа страждающего. Вот этих рабов. Казалось, на эту должность более чем кто он не подходит. Кроток и робок. Лидер должен быть властный и волевой. Вы знаете, Бог иногда не считается с нашими природными качествами. Бог иногда хочет показать, что он Бог-творец и он может любого использовать, кто следуя принципам его верности. И Бог призывает Моисея. И потом 40 лет он ведет этот народ к заветной цели в обетованную земля. 40 лет. Я представляю себе, как возможно во время бессонных ночей под звездным небом он лелея вот эту цель ввести народ в обетованную землю, когда он беседовал с Его он вел туда и привел туда вот она земля, где гробницы патриархов ожидали Израиля. Вот земля, где он думал успокоиться наконец-то вместе со своим народом. Вот она земля, где должно устроиться царство, славное царство Израиля со всего мира будут приходить и восхищаться, особенно в дни Давида и в дни Соломона. Вот земля, о которой он так мечтал. А Бог говорит, я дал тебе ее увидеть, но в нее ты не войдешь, ты не получишь ее. Братья и сестры, у меня такой простой практический вопрос. Почему иногда Бог отказывает нам в некоторых наших желаниях и перечеркивает наши планы? Или такого не бывает в нашей жизни? У кого не бывает? Поднимите руку. Ни одной руки. бывает. я согласен, помню, кто-то сказал так. Пишите ваши планы карандашом и не забывайте, что у Бога есть резинка всегда поправить, подтереть и подкорректировать. А мы иногда привыкли наши планы так хорошо писать ручкой еще ввести или железным резцом это в нашей психологии славянской где-нибудь начертить. был Ваня, чтобы все знали и надолго осталось. Пишите ваши планы карандашом, не забывая, что у Бога есть резинка. Я знаю, что у каждого из нас есть какая-то заветная цель. Может быть у каждого своя. Но почему иногда бывает так, что мы можем увидеть нашу обетованную землю, нашу заветную цель издали, вблизи, но не получить. И такое очень часто случается. Я знаю, я знал лично многих для которых заветная цель в их жизни было найти среду, общество, церковь, где господствует полная справедливость, где бы они были в центре внимания, окруженные заботой и любовью. Они страстно этого искали. И многие сегодня ищут. Они ищут совершенную церковь. Я иногда им говорю, вы ее не найдете. А если найдете, вас будут, потому что вы несовершенны. И многие так разочарованными и остались. Я знаю, для некоторых, некоторые очень дружелюбные. Для них предел всего это иметь круг верных прекрасных друзей. Они ценят это. Они стремятся к этому. Я знаю, апостол Павел был таким. Он умел ценить сотрудниками. Он молился за них день и ночь. Он ценил настоящей дружбой. Но вы знаете, однажды он пишет из ревской тюрьмы и говорит, все меня оставили. о которых я говорил, теперь со слезами говорю, которые для меня были тем, кем я оставили. Все осийские, фиелы, гармоген, правда, один лукас со мною, а все оставили. Давид был тоже дружелюбен. Он ценил дружбу, верность ценил. Он дорожил своими военачальниками, сыны Саруины, это даже родственники были. Он ценил. Он ценил своим советником, чей совет был точно совет Бога. Но однажды сыны Саруины предали его, Ахитофел предал его, Авиафар предал его, и он один из горстью верных людей спасает свою жизнь. Больно было. Для некоторых заветной целью есть образцовая семья, большое родство. Как я уже сказал, Иоу, он ценил детями, он молился, он жертвы за них приносил постоянно. И вот однажды случилось так, что не осталось никого из детей. Представьте себе судьбу вдовы, она мечтала иметь мужское плечо, на которое нужно опереться, иметь детей, и так дальше. А помните однажды, она приходит к мужу Божьему, плачет и говорит, твой муж, мой муж, твой раб умер, а для меня оставил только что долги. И взаимодавец пришел забрать моих детей. И заветная мечта ушла из-под дна. Так бывает. Эпоха пробуждения, я знаю лично многих моих друзей, особенно старших, которые в то время мечтали, мечтали, чтобы действовал Господь, видеть то время, когда будут сотни тысяч спасаться, когда новая церковь будет открываться, когда Божья благодать будет действовать. Мечтали, мечтали, и многие из них ушли в вечность, так и не увидел этого. И у меня вопрос, друзья, почему иногда Бог не позволяет нам войти в обетованную землю, которую мы лелеяли, которую мы мечтали, туда, куда мы стремились, мы только видели и не получали. Я знаю, есть много разочарованных, которые стремились к этому, но не получили. Почему иногда Бог отказывает нам в наших заветных целях? Скажите, пожалуйста, какая причина, главная и основная, почему вот этот почтенный Божий герой не вошел в обетованную землю? Бог сказал, посмотри, но не уйдешь, но не уйдешь, не получишь. Причина какая? Не явил святость. Скажите, пожалуйста, а вообще по большому счету он был прощен Богом или нет? Безусловно. А как же? На горе преображения вместе с другим библейным Божьим героем Ильею он явился? Он вошел в жизнь вечную? Он возникает вопрос, ну почему иногда Бог прощает нас и вместе с тем лишает чего-то? Друзья, скажу кратко, потому что времени уже нет. Прощение Божье не закрывает нам двери вечной жизни. Жизнь вечная закрыта для тех, кто остаются непрощенные, остаются в грехах свои. Но прощение Божье не освобождает нас от закона сияния и жатвы. Мой друг очень часто говорил, есть ошибки в жизни, падения в жизни, которые прощают Бог, прощают люди, жизнь не прощает. То, что мы сеем, даже при условии Божьего прощения в основном мы пожинаем. Иаков, чья жизнь, вы знаете, была преисполнена трудностями, он об этом сам свидетельствовал, и он говорит, я со скорбью вот эту седину свою сведу в могилу. и когда ему всякий раз было трудно, когда очередной раз обманывали его, он вспоминал, как однажды с благородных соображений, он обманул отца. Возможно, он помнил, как вероломно все-таки он поступил с братом своим и пожал своей жизнью очень много. Хотя, безусловно, Бог его простил. Бог сделал его патриархом, но он пожинал. Давид, когда убегал от сына своего, Давид, который страстно хотел построить храм Богу, это было для него дело чести. Он завоевал царство для Израиля. И всякий раз убегая от сына своего, или опасность, которая нависала, или меч над домом его, он знал, почему это. Он помнил грех свой, он помнил падение свое, он помнил прелюбодеяние свое, он был прощен Богом. И возможно, самое больное, он всю жизнь собирал средства для храма Божия. Ему возможно было не весьма приятно, когда Бог сказал, ты не будешь мне строить храма. Этой чести я тебя лишаю, твой сын только это сделает. Я он должен пострад за имя мое. Он будет страдать, но вместе с тем будет избранным сосудом, предназначенным к вечной жизни и имеющим прекрасную судьбу со всеми освященными. Поэтому еще раз повторю, прощение не закрывает небо, но даже прощение не избавляет нас от закона сеяния и жатву. Я иногда многим говорю, да, вы правы, согрешите, покаятесь, Бог просит, но жать придется. Если даже не хотите подумать о себе, о тех последствиях, которые нужно будет иметь, подумайте о детях своих. Еще вопрос, почему иногда мы не все получаем здесь на земле, то, что мы хотели, то, на что мы рассчитывали, то, к чему мы стремимся, Бог не позволяет нам. Знаете, почему? Друзья, у Бога есть милость для нас, но у Бога есть и справедливость. Я думаю, никто здесь присутствующий не обвинит в Бога, что Бог с тем, кто поступил несправедливо. То, что мы прощены, то, что большие благословения в нашей жизни, прежде всего, это не столько справедливость. Иногда вполне справедливо Бог чего-то лишает нас. Следующий момент. Бог хочет, чтобы в нашей жизни взаимоотношения наши с Богом базировались по вере, а не по расчету. Я знаю, у нас в селе был такой проповедник, наверное, в каждой проповеди, он приводил аргументы и говорил, и так делал такой итог, служить Богу есть расчет. Есть расчет, потому что в этой земле мы получаем, ну, если не во сто крат, то все равно намного больше. Но Бог иногда даже хочет, чтобы не по расчету мы служили Ему, а по вере. И пример, Авраам, муж веры, отец всех верующих, имел обетование получить землю в наследие. И что, при жизни своей, сколько он получил? Не пять дней. И он ждал города художником и строителем, которого есть Бог. А на этой земле ни пяди. Он был странник и пришелец. это прообраз верующего человека. У него был шатер, у него был всегда жертвенник. И он ходил по этой земле, которая ему уже принадлежала, но ходил как по чужой. И во владение не получил ни тяги, но он ожидал города художником и строителем, которого есть Бог. Я скажу такой момент, я думаю вы согласитесь со мной. Люди обложенные земными благами, люди, которые получают в жизни это и все. И чем больше они получают, тем меньше они думают о Боге, о Царстве Божьем. Им хорошо здесь. Вот почему иногда Бог, зная нашу психологию, наш менталитет, иногда что-то удерживает от нас и желает, чтобы мы приблизились к Господу. Я заканчиваю и хотел бы сказать, братья и сестры, давайте остерегаться падения. При условии покаяния Бог просит, но мы многого недополучим. Мы многого недополучим. Частичное исполнение Божьей воли никогда не даст того, что дает полное исполнение Божьей воли. Когда у нас есть дерзновение пред Богом. Помните, Езекия, трудная минута пришла. Пришел Божий пророк и от имени Господа подписал, я опять буду говорить о долготе дней наших, подписал смертный приговор, на постель, на которую ты лег, не встанешь. А язык, я поворотился лицом к стене, заплакал горько и говорит, Господи, вспомни, я ходил верно пред тобою, с преданным сердцем тебе и делал только благоугодное пред тобою. Бог говорит, стоп, возвратись, я добавляю ему еще. Полное исполнение Божьей воли даст нам много больше, чем частичное. При условии прощения Божия мы будем иметь потери. Мы будем видеть, но не получили. То, к чему мы так стремились и то, о чем мы так мечтали. Конечно, Бог хочет благословлять. Если пребудете во мне и слова мои у вас пребудут, есть условия, то что просите будет вам. Тот, что будете искать, получите. Все это должно быть для славы Божьей. И тем прославится Отец мой, что вы принесете много плода и будете моими учениками. Давайте будем достойными учениками. Давайте будем стремиться к Господу. Я заканчиваю словами апостола Павла, который говорил так. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд наш, что нещетен пред Богом. За эту привилегию, за это счастье мы будем благодарны Господу. Я желаю вам обильных Божьих благословений, желаю вам идти путем веры, путем новым, путем живым, видеть и получать. Да прославится Господь. Аминь. Господь, Продолжение следует...